теперь разберем отдельно что такое джар и что такое это отдельно джар своем языкового значения она значит она значит рано то есть джар если мы скажем или дур мы скажем то это рано рано которая наносится человеку а в терминологии в терминологии ученые говорят то есть ученые которые разбирали этот вопрос в книгах терминологии хадисов они говорят вас фурроу и фи адалят и и ау боб ты и бима яхтады талии на ревая тихи аута да и фаха аурадаха что такое джар джар говорят это характеристика передатчика в его добросовестности либо в памяти и эта характеристика эта характеристика заключает заключает либо либо послабение то есть ослабление этого передатчика или того что он передает либо слабости сейчас мы разберем отличие между ослабление послабление и слабости либо слабости передачи этого передатчика то есть сообщение этого передатчика либо же полностью опровержение сообщений этих передатчиков. То есть это характеристика, когда мы характеризуем какого-то человека, какого-то передатчика, либо в его добросовестности, либо в его памяти, его фиксации хадисов. Его фиксации хадисов. И эта характеристика заключает либо ослабление этого передатчика и его сообщений, либо слабость этого передатчика и его сообщений, либо же опровержение Опровержение его сообщения вообще. Хорошо. Опровержение его сообщения вообще, что это значит? Это значит, что его сообщение вообще не подкрепляется ничем. То есть, если он передает какие-то хадисы из речения сообщений, и приходит другой передатчик, и подкрепляет его, мы говорим все равно, нет, это сообщение не подкрепляется. Почему? Потому что, например, этот передатчик лжец. И у лжеца хадисы не подкрепляются, и сообщение не подкрепляется. Либо же он мутахам бель-казиб, то есть, лжец, казаб, в определении, в терминологии хадисов, означает тот, который лжёт в хадисах пророка Мухаммада, салал'llahu aleyhi wa sallam. А есть мутахам бель-казиб, то есть, если его прямо перевести, то есть, это тот, кого подозревают во лжи. Подозревают во лжи, но на самом деле это тоже лжец, который не лжёт, конечно же, не врёт в хадисах пророка Мухаммада, однако лжёт и врёт людям. Врет людям. То есть, подобные передатчики, их сообщение никак не подкрепляется, ничем не подкрепляется. Они опровергаются, как будто их нету, как будто они этого вообще не говорили. Хорошо, что такое слабость? Слабость – это когда человек, например, у него плохая память. У него плохая память. Или же, ладно, пока что возьмем этот пример, у него плохая память. То есть, если же приходит другой передатчик и передает то же самое сообщение с той же самой цепочкой передатчиков, то есть, с тем же самым и с надом, то его сообщение подкрепляется и становится хасаном. То есть, становится таким, которым можно приводить в довод и в доказательство. То есть, становится достоверным. А что такое талиин? То есть, талиин – ослабление или послабление передатчика, или сообщение передатчика. это когда у него есть проблема в памяти, но эта проблема иногда подкрепляется разными вещами. То есть мы смотрим на какие-то улики, на какие-то зацепки, и через эти зацепки понимаем, что он заучил этот хадис. Например, если он является сэйюльхив, у него плохая память, но, однако, он передает от своего отца. Здесь ученые говорят, что он, скорее всего, заучил хадисы своего отца, так как он их постоянно слышал и постоянно находился со своим отцом. Это и есть Алиин. Это определение джарха. То есть джарха – это характеристика передатчика в его добросовестности, либо в его памяти или фиксации знаний. Такая характеристика, которая заключает в себе послабление сообщения этого передатчика, либо же слабость, либо же опровержение этих сообщений полностью. А что такое таадиль? Что такое рекомендация? Рекомендация – это говорит То есть это характеристика передатчика в его добросовестности и в его фиксации вместе. И эта характеристика дает нам повод принимать его хадисы, принимать его сообщения. Это и есть таадиль. Это и есть таадиль. Рекомендация